Тут все расписано, очно. Есть 40 бюджетных мест. Проходной балл в принципе нормально, что-то 30, поэтому поступайте к нам. Не потеряться в огромном многообразии учебных заведений и найти подходящую именно тебе образовательную траекторию традиционно помогает выставка «Наука образования карьера». В Архангельске она проходит уже в 20-й раз и каждый год при полном аншлаге. Однако неопределившихся со своим выбором здесь найдется не так уж много. Большинство школьников точно знают, каким стендом идти и о чем спрашивать. Я искала целенаправленно, ничего нового, я думаю, для себя не нашла определенно, потому что в колледже я не рассматриваю, рассматриваю гуманитарные специальности в высшем учебном заведении. Ну, даже не скажу, что я взяла какие-то новые буклеты, я еще раз удостоверила в своем выборе, собираюсь рассматривать САФУ и, соответственно, СПГУ. Буклетов в руках у будущих студентов и правда много. Каждое учебное заведение стремится максимально заинтересовать абитуриента. Обо всех возможностях обучения рассказали и сотрудники САФУ. Три филиала – в Северодвинске, Коряжме и Наринмаре, два колледжа, а также семь высших школ, популярность которых можно было легко определить уже сегодня. Юноши больше интересуются специальностями высшей школы энергетики, нефти и газа и высшей инженерной школы. Девушки – гуманитарными направлениями. История, философия, иностранные языки. После этой выставки, например, у нас весь февраль будет День открытых дверей по высшим школам. То есть ребята могут приходить в конкретную высшую школу на День открытых дверей и узнавать подробную информацию. Расписание Дней открытых дверей уже есть на сайте университета. Кроме того, для тех, кого заинтересует более полное погружение в студенческую жизнь в САФУ, действуют еще два проекта. Университетум предлагает старшеклассникам стать участниками мастер-классов, тренингов и деловых игр, которые позволят не на словах, а на деле познакомиться с будущей профессией. Второй проект – студент на один день. Это когда абитуриет может прийти в какую-то конкретную высшую школу и почувствовать себя в роли студента, будучи школьником, на целый день. То есть он посещает практические занятия, лекции, может пообщаться с преподавателями, со студентами, сходить в столовую. В общем, все, что угодно, весь день посвящено этому. Принять участие в Днях открытых дверей и других профориентационных проектах САФУ можно уже сейчас. Расписание мероприятий и подача заявок открыто на сайте университета narfu.ru. Возможно, твой путь в САФУ начнется именно с этого шага.